Привет! На связи Дима Брин, преподаватель английского языка, коуч и блогер. Представьте, что вы окончательно и бесповоротно решили взяться за английский язык. Что в процессе изучения будет самым важным? Вероятно, вы скажете, что нужно обогащать свой словарный запас, постигать времена, а их на минуточку. 12 в английском вместо 3, как в русском. Разбираться с грамматическими правилами, тренировать свою наслушанность. И вообще, все вместе взятое выводить в беглую и уверенную речь. Но есть один маленький моментик, на который принято класть учебник Голицынского. Произношение. Правильное произношение. Надо ли вообще уделять внимание правильному произношению звуков? И какое произношение вообще можно назвать правильным? Вот именно об этом мы сегодня и поговорим. Будет полезно. Здесь мы обычно делимся на три лагеря. Первый. Вас вообще не очень-то парит ваш стронг рашен эксент. А может быть, он вам даже нравится. Второй. Вы хотели бы звучать характерно для английского? А какой именно акцент это будет? Дело второе. И третий лагерь. Вам нужен конкретный акцент. Американский. Уэльский. Шотландский. А может быть вообще аристократический. К первому лагерю относится, например, глава нашего МИД Сергей Лавров. Вполне возможно, этого вам будет достаточно, если вы не особо используете английский в своей речи. Или вам нравится, что вы, так скажем, не отрываетесь от своих корней. Если же вы из второго лагеря, то вам будет достаточно обращать внимание на замену характерных звуков для русского в английском. Например, глухой звук th вместо русского s или f. Think. Думать. Скажете sink, и это уже будет раковина. Или, например, звонкий звук th вместо z или v в русском. That. Тот. Но если вы скажете z, это звучит как последняя буква в алфавите. R вместо нашего привычного r. R вместо нашего привычного e. То есть мы скажем e-cat, не e-cat. T, который мы будто бы выталкиваем из себя с воздухом. Вместо обычного t в русском. E-table. E-table. Слышите разницу? Ну, это нюансы, скажете вы. Однако в английском очень много слов, которые отличаются друг от друга по значению всего лишь одним звуком. Или вообще длиной звука. И тут было бы неплохо эти нюансы знать, чтобы, так сказать, не опростоволоситься. Знаете, чем отличается пляж от всем известного слова? Beach. Это пляж. Bitch. Нехорошая женщина. А чем отличается лист от какахи? Sheet. Это лист. Shit. Это какаха. Есть еще пример. Есть слово walk. Ходить пешком. А есть слово work. Работать. Ну, или еще один пример, как вариант. Beard. Это борода. Bird. Это птичка. И таких примеров огромная куча, и они просто не влезут в хронометраж данного ролика. Ваша задача здесь – слушать как можно больше любую английскую речь и подстраивать свой речевой аппарат под то, что вы слышите. А где слушать любую английскую речь, спросите вы. А я вам отвечу. Вариантов множество. Например, вы хотите классный и модный американский акцент. Тогда открывайте YouTube и пишите American bloggers. Большинство роликов, которые вам попадутся, будут с участием американцев. Не так важно, насколько вы понимаете сказанное. Ваша задача – подражать манере речи и дублировать произношение. Ну, а если вы из лагеря под номером 3, то вам нужно адаптировать вашу речь под конкретный акцент. И тут уже, конечно, возникают нюансы. Потому как система звуков, характерная для одного акцента, может сильно отличаться от другого. Даже в рамках одной страны. Вот вам пример двух разных американских акцентов. Опять же, главный вопрос – зачем? Вам это нужно. Если вам кровь и из носу нужен четкий нью-йоркский акцент, концентрируйте свои усилия именно на нем. Итог получается философский, потому как объективного 100% ответа нет. Надо ли уделять внимание произношению? Решайте сами, исходя из своих потребностей и целей. Есть ли какое-то одно правильное произношение? Как правило, нет. Есть некоторые общие закономерности, но что правильно для одного акцента, может не работать для другого. На этом все на сегодня. Подписывайтесь и увидимся в следующем ролике. Следующий ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok